Сегодня мы живем в эту самую космическую эру. Давно привыкли к ней. Увы, но теперь мы стали меньше летать в космос, хотя космос эксплуатируем по полной программе. Космическая связь сделала мир единым и неразрывным. Чего бы это ни касалось. Экономики, культуры, политики, личных отношений сотен миллионов людей. Мы решаем свои проблемы через космос. Жизнь меняется на глазах с космической же скоростью. Этот маленький шар, смонтированный соседним Калининграде, ныне это город Королев, на самом деле был нашим общим детищем. Он создал образ будущего на десятки лет вперед. Но воплотился ли этот образ? Если сегодня кто-то считает, что лучше бы тогда строили стиральные машины, а спутники подождут лучших времен, значит минувшие 60 лет им кажутся напрасными. Но это были самые творческие годы. По примеру нашей страны, сегодня космические программы реализуют десятки стран, часто совсем небогатых стран. Они строят свои спутники и мечтают, чтобы такие же аппараты с их гербами и флагами посылали сигналы из космоса, как это сделал первый спутник ПС-1. 4 октября 1957 года его услышали все. Это был наш сигнал. И он не прерывается уже 60 лет. Сергей Берзин, Владимир Звягинцев, информационная программа День.